Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. Наша тема, что посеять в марте. Как говорил герой Юморевский, что брать, что брать, а что есть, все есть, все брать. Так и в марте все сеять. Вот что вы не успели посеять, то и сейте. Ну а если без шуток, то в марте высеваются те растения, которые имеют длительный период от посева, или, как некоторым нравится занудом говорить, от посева, либо от появления всходов. Не имеет большого значения, потому что иногда от посева до появления всходов происходит 4-5, ну пусть 10 дней. То есть те растения, которые от посева до появления цветков имеют период 60-70-80 и далее дней, это мы сеем с вами в марте. Можно сначала, можно с середины, все зависит от тех условий, в которых вы проживаете. Потому что у кого-то безморозный период наступает уже в конце апреля, у кого-то в середине мая, а кто-то еще не может оторваться от морозов и в начале июня. Поэтому для умеренной полосы мы будем ориентироваться на то, что мы высаживаем растения в грунт после того, как мы рассаду вынесли либо из теплицы, либо из балкона, из квартиры, что у кого есть. Мы высаживаем в грунт в конце мая, в начале июня. Климат сейчас меняется, поэтому все равно мы ориентируемся на этот период от посева до начала цветения. И еще с такой целью, чтобы, конечно же, в дальнейшем, если это овощные либо ягодные культуры, для того, чтобы они все-таки дали плоды. А если цветочные культуры, то с такой целью, чтобы они не только красиво цвели до конца сезона, но и снова же очень приятный бонус, чтобы они завязали семена. Потому что свои семена – это хорошо, это меньше траты денег. И это раз растение в ваших условиях зацвело, заколосилось и к тому же дало семена, значит, оно устойчивое и не бойтесь собирать, даже если это F1 гибрид вас пугают. Но вы же не селекционер, поэтому пусть будет расщепление. Это даже интересно где-то. Ну и какие-то растения. Конечно же, это львиный зев. Не обращайте внимания на фирмы и на картинки, потому что, допустим, львиный зев – растение, которое имеет, ну просто, тысячи сортов, наверное, на мировом рынке. Различные окраски, различные силы роста. Есть сорта срезочные, сорта, которые низко от земли, бордюрные сорта. Есть сорта, которые образуют куртинку такую. Поэтому растение очень уникальное, тоже имеет некоторый аромат. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Но рекомендую, потому что неприхотливое и очень отзывчивое. Сальвия. Здесь я выбрала такую красивую, необыкновенную. Красная нам уже тоже, наверное, надоела. Все сальвии мы сеем, начиная с марта. Можно сеять до конца марта. Она успеет зацвести и успеет завязать семена. Когда я говорю про другие сальвии, то вот сальвия такая фаринацея. Сальвия мучнистая. Она похожа на лаванду. Некоторые даже путают, когда она растет в грунте и говорят, ой, смотри, смотри, сколько лаванды растет, какая она красивая и сыта. Это всего лишь сальвия мучнистая. Замечательное растение. Бывают окраски, вариации фиолетовой окраски. Есть растение с белыми цветочками, с окрашенным стеблем, зеленым стеблем. Растение не поражается болезненными вредителями. Высеваем. Сальвия, которая называется как цинея. Кустик очень, ну, для меня красивый. Он ажурный. Он высокий. Его сажать в цветнике с другими растениями. Хорошее фоновое растение. И носит такую немножко живость в воздух. Цветник. Вербены. Вербена тонколистная, которая будет долго прорастать. Поэтому лучше перед посевом семена простимулировать. Хотя бы просто замочить. Можно как на сутки, так на несколько часов. Лишь бы как-то вы поработали с ней. Можете какими-то стимуляторами. Что у кого есть. Если семена свежие, то схожесть будет хорошая. Я имею в виду, покупные семена свежие. И срок годности стоит достаточный. Если ваши семена, то вербены туго всходят. И вообще природная всхожесть, если мы возьмем вот грамм семян посеем, то природная всхожесть низкая у вербены. Процентов 40-60. Поэтому не удивляйтесь, когда их будет мало сходить. Сейте гуще своими семенами будет больше. Вербена нам обычная гибридная. Многочисленные сорта, различные окраски. Растение стойкое, не поражается. Цветит очень долго. Семена завязывают хорошо. Конечно же, это лабелия. Лабелию можно было посеять и с начала марта. Несмотря какие у кого цели и задачи. Лабелии бывают разных окрасок. Многочисленные сорта. Сеем в марте немезию. Это тоже, я думаю, известное растение. Здесь сорт блюджем. Может, сорт редкий. Но растение нередкое. А вот редкое растение, которое будет называться циринте. Либо по-простому восковник. Очень интересное растение. Цветочки оригинальные, листочки оригинальные. И плодики хорошие, крупные, легко посеять. Всходит долговато, дней 7-10. Но потом будет красиво украшать ваш сад. Остеоспермум 7 в марте. Не стоит его сильно мучить температурой. Потому что растение, когда уже появятся всходы, надо создать немножко пониженную температуру. Чтобы всходы эти не падали. То же самое касается душистого горошка. Хоть растение, вернее, благодаря тому, что оно хладостойкое. Но сеем мы его сейчас. С той целью, чтобы добиться красивых пышных кустиков. И чтобы они красиво заполнили нашу предоставленную ему опору. После того, как появятся всходы, понижаем температуру. Выносим в какое-то более прохладное помещение. Чтобы растения не вытягивались. И тогда они успешно доживут до того времени, когда мы их отправим в грунт. Это же касается и любой матиолы. Какую бы вы ни выращивали. Если матиола бикорнис дорогая, то ее можно посеять и прямо в грунт. Мы про нее сейчас не говорим. Мы говорим про матиолу инкану, которую мы должны посеять сейчас. И также ее не утеплять, когда появятся всходы. С начала марта даже можно было сеять и в феврале. Это на будущее. Можно сеять виолу витрока. Виола такое пластичное растение, хитренькое. Если мы посеем сейчас, оно считается ведь двулетним растением. И типа в этом году оно образует розетки, а на следующий год зацветет. Но при раннем посеве, февральско-мартовском, оно зацветет уже в начале лета текущего года. Цветки разнообразных окрасок. Поэтому сейте, украшайте свой огород. Конечно, в марте будем сеять наши любимые астры китайские, калистефусы. Астра также не любит перегрева. Поэтому следите за тем, чтобы не было сильного нагрева, либо сильного охлаждения. Потому что бывают такие условия, что днем очень жарко на нашем балконе, солнце греет. А ночью охлаждается. Пусть температура будет равномерная. Многочисленные гвоздики. Род гвоздики Диантус насчитывает 200 разновидностей. Поэтому можно выбрать любую на свой вкус. Будь она однолетняя, будь многолетняя. Мы все их сеем сейчас. И также не перегреваем. Гвоздика замечательное растение. Цветки ее обладают приятным ароматом у очень многих разновидностей. Сеем в марте флокс дурмонда. Сеем в марте для кого-то может необычное редкое растение титония. Но если вы ее однажды заведете, то вам, я думаю, она очень понравится. Потому что титония растение неприхотливое. Пришло оно к нам из Центральной Америки, Мексика. Растения сильного роста. 100-150 см достигают высоту. Цветки похожи на герберу. И просто неубиваемая. Даже если вы забудете полить, то она не обидится и будет все равно продолжать цвести. Сеем рудбеки. Как многолетние, так и двулетние, однолетние. Рудбеки, может, кому-то покажется банальным растением. Но современные сорта однолетних, двулетних рудбеки, они обладают компактным кустиком, невысоким ростом. То есть можно подобрать как по окраске, так и по высоте. Может, кому-то не понравится то, что они расщепляются. А мне кажется, это вот их такая замечательная черта, что каждый год они дают такое расщепление и такое разнообразие красок. То просто диву даешься, как это у них получается. Сеем агератум. Агератума также различные множество сортов. Белый, розовый, голубой, синий, фиолетовый. Растение неприхотливое. Оно называется еще долгоцветка. Потому что посеянное сейчас, оно будет радовать вас цветками с июня и до поздней осени. Даже уже идут такие заливные страшные дожди. Они немножко становятся такие пожмяканые цветочки. Но все равно цвет присутствует. Пятно яркое в цветнике будет. Можно сеять пассифлору. Можно, даже нужно посеять кломоклит или, как называют еще, мина. Комоклит лобата или мина лобата. Если мы посеем позже, то мы не дождемся семян. А иногда бывает так, что при позднем посеве, либо кто-то сеет где-нибудь в мае месяце в грунт, то растение только начинает зацветать, а уже наступают осенние холода. Ну, это вот такая быстрая экскурсия. Но, мне кажется, вполне себе есть над чем поработать. На что еще следует обратить внимание в марте месяце? Можно сходить на свой участок, в огород и посмотреть, может быть, вы не обрезали семена каких-нибудь растений, например, дельфиньома, либо колокольчиков каких-нибудь, например, карпатский или широколистный. И берете семена и сеете прямо в грунт. Это будет очень приятным моментом, потому что растения прошли зимнюю стратификацию, и вы их можете посеять непосредственно в грунт, и получите дружные всходы. И избежите этих мучений и расстройств, когда вы покупаете семена готовые, а с ними ничего не происходит. Что касается овощных культур, то, конечно, мы сеем перцы, баклажаны, помидоры, томаты, как их правильно называть, кому как нравится. Все эти считаю лучше в марте, потому что вообще принято считать так в овощеводстве, что мы в грунт выносим рассаду, у которой отроду 55-60 дней. Некоторые уже опечалятся за зиму, эти длинные скучные дни, темные, и начинают выращивать рассаду томатов, баклажанов уже где-то с конца января. Она, естественно, перерастает, и к тому моменту, когда есть возможность вынести ее в грунт, она становится просто невыносимо длинная, никакая. У соседа уже помидорчики, а наши все еще приживаются. Поэтому не торопитесь, посеете сейчас, и вы получите хороший урожай. Растения, которые относятся к кефирно-масленичным, это, например, пастернак, сельдерей, петрушка, укроп. У них, как правило, семена, если мы сеем где-нибудь в мае месяце, они очень долго сходят. Такие тугие семена, по-простому говоря. Поэтому сейчас рекомендую посеять тот же пастернак. Потому что, кроме того, что растения, семена содержат эфирные масла в своей оболочке, которые препятствуют прорастанию, еще они очень долго, вообще период в схожести очень длинный, если посеять позже. А сейчас они этими весенними дождями в почве достаточно влаги. Они промоются хорошо и дадут потом дружные сходы. И снова же, посеянный сейчас пастернак у нас успеет дать хорошие корнеплоды уже к середине лета. А если мы посеем сейчас петрушку, укроп, мы также получим дружную раннюю зелень. Еще можете обратить внимание в своем огороде, что какие-то растения начали многолетники отрастать. Это, конечно, уже другая история. Если вам требуются черенки для того, чтобы омолодить ваши растения, например, тот же дельфиниум, чтобы не мучиться с семенами, то именно в эту пору вы можете пойти и взять розеточный череночек и посадить его в помещение обычным способом, в песочек, укрыть немножко, чтобы создать влагу вокруг. И так вы омолодите свои растения. Но это черенкование немножко другая тема. Просто что нам сделать в марте? В марте работы у нас очень много. Поэтому успехов! Планируйте ваши дела, покупайте семена, перетряхивайте ваши запасы, не опаздывайте с посевом. Ну и не торопитесь. Обращайте внимание на период от посева до цветения. Успехов! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего!